Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Ватман, и 4 июля к покупке стал доступен новый электрический суперкар Аверфлот Пипистрелло. Для консольных игроков с подпиской GTA+, она была доступна уже в первый день обновления. Это единственный суперкар в обновлении Последний Доллар, или же Охотники за головами. Стоит ли покупать этот автомобиль и какие у него есть фишки? Сейчас всё расскажу. Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группы Кфасмиллеру. Гораздо проще заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролёт безвылазно фармить. Прокачка доступна как для пользователей ПК, так и для пользователей всех современных консолей. Ссылочки на эти группы будут в описании под видео. Продается данный аппарат на сайте Легендари Моторспорт по цене 2 миллиона 950 тысяч долларов. Почти три мульта. Так в игре болиды Формулы 1 стоят. Главный прототип, который был взят за основу, это Эстрема Фалминеа 2023 года. Общие силуэты и очертания взяты с него. Форма передних фар это смесь Фалминеа и Хенеси Веном F5. А задние фонари это снова смесь Фалминеа и концепта BMW Vision Efficient Dynamic 2009 года. Это тот самый концепт, от которого в серию пошёл BMW i8, который также появился в игре с этим обновлением под названием Ubermacht Naobi. Обзор на этого красавца уже есть на канале. Тут мне стало интересно, может быть они добавляли BMW i8, увидели схожие фары с Фалминеа и решили заодно добавить её. Но скорее всего они добавляли в игру Фалминеа, начали смотреть схожие задние фонари и форму взяли от концепта BMW Vision, вот эти вот сложные слова. А потом подумали и решили добавить и i8 заодно. Задние плавники, которые стоят на Пипистрелла, заметно больше и острее, чем у оригинала Фалминеа. Они взяты от другого гиперкара Königsegg Jesko Absolutes. И ещё именно от Абсолюта в игру добавили многие варианты спойлеров на Пипистрелла, ну потому что на самой Пипистрелла стоит динамический спойлер и другие ей особо не нужны. А сдирать с игроков по 10 тысяч за каждый спойлер как-то надо. Привод у данного суперкара полный постоянный, при нажатом газе крутятся все 4 колеса. И крутящий момент здесь настолько высокий, что машина даже на месте не стоит, постоянно куда-то едет. Если прямо нельзя, то вбок. А поскольку это электричка, у неё можно поочерёдно крутить передние и задние колёса. Зажав ручник и газ, вы будете крутить передние колёса, а газ и тормоз задние. Электрическое будущее не за горами и надо постепенно к нему привыкать. Так что включу вам электрическую симфонию 2077. Интересно послушать для разнообразия, но скучновато. Финишная черта прямой по автостраде была преодолена за время минута и две с половиной секунды. Это 42 место среди 46 протестированных суперкаров. Электрички напрямых медленные. Их фишка в игре это разгон, но не максималка. На данный момент среди суперкаров у нас есть 5 электричек, включая новую пипистрела. Вроде бы никого не забыл. Чуть быстрее пипистрелика напрямую едут Оцелот, Вирту и Пегасит из Ракт. Полное видео прохождение треков вы найдёте вконтакте и телеграме. Ссылки в описании под видео. Переходим в мастерскую и на остальные треки. Внешняя кастомизация начинается с отделки окон и кузова. Отделки тут нет, только перекраска в цвет кузова и другие варианты. Решётку радиатора можно перекрасить или поставить другие, не сильно отличающиеся модельки. В капотах уже поинтереснее. Есть как другие варианты с большим количеством прорезей, так и эти же капоты, но в других цветах. Причём перекрашивается вся морда от бампера до дверей. Раскрасок 9 штук. Белая полоса стрела через весь кузов. Такая же чёрная полоса. Полосы с изгибами на капоте и в нижней части белого цвета. Такие же чёрные. Есть чёрно-белый вариант косплеящей зубки акулы. Перекраска половины автомобиля слева. Нехватка краски на второй половине. Есть такой же камуфляж, но с гоночными спонсорами. И какая-то Тася. 01 была на Envisage, а 96 на Pipistrella. Вы сказали, что это из какого-то аниме. Я им, к сожалению, не увлекаюсь, так что не скажу точно. Но точно скажу, что данная раскраска очень похожа на ту, что заблокирована на Enus Paragon S. Из-за щупалец. На Pipistrella тоже есть заблокированная раскраска. Это уличный камуфляж справа. Он немного отличается рисунком от варианта слева. Зеркала. Как это ни странно, но изначально их нет. Видимо, они для такой быстрой тачки не нужны. Но можно поставить один вариант в разных цветах. Окраска есть основного, дополнительного и цвета обивки. Основной перекрашивает весь кузов. Дополнительные стоки перекрашивают только тормозные суппорта, видно сквозь щели дисков, и двойную строчку на торпедо и сидениях. Цвет обивки частично перекрашивает двери, торпедо, руль и сидения. Эмблема банды маленькая, наносится на боковые двери снизу. На крыше можно поставить три вида воздухозаборников. Короткие, длинные и очень длинные, скатывающиеся назад, как по горке в аквапарке. Порогов три вида, все карбоновые. Спереди можно дополнительно установить одну полочку для грамот, две полочки для книголюбов и то же самое, но с отдавленной афроамериканской нижней губой. Сполера, их здесь много, аж 22 штуки, но многие повторяются в разных цветах, так что поменьше. Изначально у машины стоит динамический спойлер. Он не только выдвигается при наборе скорости и убирается, когда вы останавливаетесь, но и изменяет угол наклона при торможении, обеспечивая тем самым дополнительное сопротивление воздуха, необходимое для более быстрой остановки. Я такое вижу впервые. Была похожая фишка на бравада Hotring Hellfire. Там при торможении выдвигаются дополнительные тормозные шторки на крыше, или как они там правильно называются. А здесь сам спойлер меняет свое положение, смотрится дорого-богато и по-индусски проработано. А любой другой вариант спойлера, даже самый мелкий, динамический спойлер отключает и он ложится спать. Обидно. А вообще, как я сказал ранее, многие из спойлеров скопированы с прототипа Koenigsegg Jesko Absolute. Вот несколько вариантов. На лобовое стекло наносится полоса разных цветов. И все, уникальный стайлинг данного суперкара на этом заканчивается. Ему можно занизить подвеску, происходит только занижение, развала колес нет. Единственный вопрос, который не дает мне покоя с четверга, как могло такое произойти, что на полностью электрическую машину разработчики умудрились поставить турбонадув. На характеристики в случае с этой электричкой влияют как подвеска, так и броня. На стоковой подвеске повороты проходятся отлично. Держак достойный, кренов практически нет. Полный привод ничуть не мешает поворачивать с зажатым газом. Лучшее время на тестом треке 51 секунда. Занизив подвеску до раллиной, у машины появилось еще больше держака. Если на стоке она была на грани заноса, то сейчас держит дорогу как вкопанная. Уйти на ней в занос практически нереально. Это позволяет заходить в повороты на более высокой скорости. Лучшее время также улучшается на 1 секунду, и машина проезжает трек за 50 секунд. Броня оказала влияние в лучшую сторону. Возможно, как-то отбалансировала вес машины, но первый раз я проехал также за 50 секунд, а все последующие разы смог выехать из 50 секунд. К сожалению, свой собственный рекорд мне побить так и не удалось, но я максимально к нему приблизился. А на чем я поставил этот рекорд? На другой электричке от завод Вирту, ну или Верчи. Так что на коротких дистанциях без длинных прямых электрички рулят, а на длинных прямых рулят бензиновые тачки. Что касается прочности кузова и разрушаемости, этой машине параметр деформации подкрутили неплохо. От несерьезного столкновения она хорошо так деформировалась и даже немного колеса завалились, а от первого серьезного зажима машина взорвалась. И это с установленной броней. Возвращаемся ко времени на треках. Каскадерский с трубами и прыжками был преодолен за время минута и 44 секунды. Это 18 место на общей таблице. Вирту едет чуть быстрее и здесь на 10 месте. Остальные электрички заметно отстают. Мой каскадерский трек короче, чем популярный у игроков, а на тех треках преобладают прямые, поэтому на деле отставания от бензиновых машин будет еще больше. Характеристики. Разгон тут без сомнений один из самых быстрых в игре. Максимальная скорость очень слабая, управление отличное и в плане держака и в плане поворотов на высокой скорости, а тормоза средние. Если максимально разогнаться, оттормаживаться надо начинать немного заранее. Городской круг, где затяжных прямых нет, но есть много поворотов, был преодолен за минуту и почти 8 секунд. Это третье место на общей таблице. Ну а лидер на этом треке, конечно, Вирту. Единственная машина, которая на данный момент смогла и 7 секунд выехать. В целом, если вы будете использовать пипистрела в гонках по городу без длинных прямых, там он хорош, но Вирту лучше. А для затяжных прямых машина, конечно, не подходит. Разбираем другие параметры. Через меню взаимодействия открываются только две двери. Ни капот, ни багажник в сделку не входили. Возможно, дело в спойлере. Подумал я, убрал его и ничего не поменялось. Открываются также только двери. А вся причина в том, что разработчикам просто лень было прорисовывать модельки батареи. И они оставили внутри пустое пространство. Как сзади, так и спереди. Но винить их за это не стоит. Все ради оптимизации. Чтобы обновления у нас весили по 2 гига, а не по 22. Салон у машины не новый. Точно такие же ставят на все оверфлоты в игре. Из последних это оверфлот энтити МТ и оверфлот Зено. Фишка всех этих салонов висящей центральной консоли, за которой спрятался кармашек для семок. От первого лица ездить можно, вполне удобно. Только желательно снять полоску на лобовое. Она полстекла заклеивает и при езде вниз не видишь, что тебя ждет впереди. А при езде задом вообще ничего не видно. Едешь руководствуясь своей чуйкой. Руль не оцентрован. При повороте делает это по орбите болта подсобного. А приборная панель закрыта этим самым рулем. Но это тот случай, когда это пошло на пользу. Потому что шкалы никто из разработчиков менять не стал. И мы, как на бензиновой версии, видим спидометр, тахометр, датчик давления масла и уровень топлива. Днище. Его тут проработали. Самое главное поставили картинку от электрички. В тех местах, где нет карбоновой фанерки, мы видим батарею. На передних колесах привода не предусмотрены. Только рычаги, уходящие в кузов. Сама пластина простреливается. Причем вместе с нижней частью дверей, которые обычно такой функции лишены. Здесь дырки от пуль появляются почти стабильно. Сзади мы также видим батарею и задний диффузор. Че-то ты рано. Так вот, диффузор, как и батарея, прорисованы хорошо. От батареи на каждое из колес идут привода. Топливного бака у машины нет, но она все равно взрывается при стрельбе за задним левым колесом. Которое сгрустнуло и прилегло рядом с лысым. Слабенькая какая-то машина на урон оказалась. Стоимость восстановления при полной прокачке 10 или 20 тысяч, в зависимости от купленных оптовых цен в цеху. Посмотрим на фары и фонари. Сзади они выполнены в виде стеклянного листа, выходящего за габариты машины. Сам источник света находится на краю этого листа. Стоп-сигнал в части ближе к центру багажника, а габариты в другой части, уходящие вверх к боковым дверям. Лампочка заднего хода расположена внизу под номерным знаком. Спереди ближний находится в LED полосе фары и двух линзах сверху, а дальний в дополнительной линзе снизу. Правда откуда взялась эта линза непонятно, где-то из бампера что ли светит. Пучок света от ближнего бьет сильно вниз и правее, а дальний наоборот сильно вверх. Да еще и так ярко блин. Но не сильно высоко, так что Кирилл и Люська сегодня могут спать спокойно. И какой вывод можно сделать по новому электрическому суперкару Аверфлот Пипистрелло? Для гонок он не подходит, потому что это электричка, а в гонках лучше брать бензиновые машины. Но если все же и брать электрические варианты, то тогда уж Ацелот Вирту, потому что на всех треках он едет быстрее. Для заданий против ботов лучше подойдет Пипистрелло, поскольку он имеет сзади полностью непробиваемый щит. И даже с минигана вас будет не достать. Но имейте ввиду, что так машина долго не продержится. При этом вы можете стрелять назад без проблем. Другие стекла у Пипистрелло простреливаются отлично, так что подъезжать к врагам лучше задом. Вирту такой защиты не имеет. Вот фрагмент из того видео. Несмотря на то, что за водителем сплошная перегородка, пули здесь проходят насквозь. Спасибо этому доброму НПС за помощь. Дай бог тебе здоровья. На небесах. А для езды по свободной сессии с опарышами снова лучше подойдет Вирту. Потому что на него можно поставить бронеплиты и генератор помех. Пипистрелло таких фишек от има не лишен. Ну и самое главное это цена. Пипистрелло стоит почти 3 миллиона долларов. А Вирту можно забрать бесплатно, пройдя все задания Дакса. Но даже если машину выдавать перестанут, ее оптовая цена все равно будет ниже на 715 тысяч. Так что покупать оверфлот Пипистрелло на данный момент не нужно. Поскольку в игре есть более практичный и быстрый оцелот Вирту. Ну а если нравится внешне, то конечно покупайте. А у меня на этом все. С вами был Ватман. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok